У нас в гостях модель одного из самых престижных агентств нашей страны. Более пяти лет она работала по контрактам в Италии, Франции, Испании. Снималась для гламур, Vogue Russia, Vogue Italy. Работала на нескольких шоу Dolce & Gabbana. И все это она, Тюменко, которая сейчас уже живет в Москве. Маша Соловео. Маша, привет! Привет, Шмейн. Ну, давай начнем вот с того, что, насколько я понимаю, ты попала в модельную сферу сразу же с топ-уровня. То есть то агентство Avant Models, в котором ты состоишь и сейчас, как куда-то попала, в 14 лет, да? Да, верно. До этого у тебя не было опыта в тюменских агентствах? То есть ты сразу попала в супервостребованное агентство? Нет, нужно признать, что в Тюмени до этого я пробовала себя в различных фотосъемках, мероприятиях. Я работала с дизайнером свадебной моды. И даже занималась в модельной школе в совсем маленьком возрасте Milo Models. Наверное, ты знаешь, но потом именно вот модельный бизнес, когда я начала зарабатывать деньги, он начался с Avanti. И это, собственно, было первое агентство, которому я написала. Когда увидела, вообще узнала, что такое существует, я написала имя, меня пригласили. Ну а как это произошло? То есть ты, находясь в Тюмени, отправляешь какой-то запрос, сообщение. И что происходит дальше? Да, я сделала такие специальные модельные фотокарточки, снапшоты. Мне как только исполнилось 14 лет в тот же день, потому что раньше 14 лет делать нечего. Да, я прям ждала и готовилась, я настроила подруг. Мы сняли эти снапшоты, и я отправила на личную почту директору агентства. Тебе сказали, приезжай для просмотра. Да, мне ответили через сутки. Эти сутки я, конечно, очень переживала, волновалась, но потом мне сразу же ответили, приезжай. Я, честно, не ожидала, что это так будет легко, скажем. Да, но самое сложное потом было уговорить родителей. Ага, слушай, хорошо, про родителей еще мы с тобой поговорим, но прежде я бы хотел нашим зрителям показать один видеоролик, который есть у тебя на странице в Инстаграм. Вот, я надеюсь, вам сейчас, друзья, видно. Вот здесь ты идешь по подиуму, здесь есть плашка, где написано «Дольче Габбана». Это репост, ну, с официального аккаунта «Дольче Габбана». Расскажи, что это за проект и как ты там оказалась? Это было шоу в рамках недели моды в Милане. Кажется, это было перед ковидом, последнее их шоу, пока вот это все не началось. Попало очень так же просто. Это нужно прийти на один из 17 за день твоих кастингов. Вот это неделя перед неделей моды, когда идут кастинги. Но я помню, тогда было сложно понравиться новому кастинг-директору. Это было очень волнительно, потому что до этого я работала уже с «Дольче Габбана», просто не делала репосты. А тут я пришла и увидела, что это новый человек. Опять нужно понравиться, налазить контакт. Но, как видишь, все прошло успешно. Это здорово. Давай про кастинги, раз ты упомянула. Насколько высокая конкуренция, когда ты приходишь? Много ли обычно на кастингах моделей? И в чем проявляется конкуренция? Ведь, ну, наверняка есть какие-то у тебя воспоминания, есть что-то, что ты, может быть, видела или сталкивалась с чем-то, что было вот за гранью из-за конкуренции? Ну, вот как таковой конкуренции нет. То есть никто не знает, возьмет тебя директор или сам дизайнер, потому что это исключительно на их вкус, под их интересы. Но когда ты приходишь на кастинг за 20 минут до его начала, а там уже стоит 400 девочек в листе. 400? 400, это вот пик, разгар кастинговой недели. И ты смотришь на этот список, понимаешь, что ты сейчас будешь 405-й, кастинг идет 2 часа, и если вас не успеют посмотреть, вас отправят домой, правда. И вот тогда работает эта идея с очередью, когда ты ищешь подружку в начале очереди. Которой подойти? Да, подойти, хай, там, как у тебя дела, ой, как давно не виделись, давай кофе выпьем. А потом у тебя подходит безумно красивая, безумно высокая, но и очень злая какая-нибудь француженка темнокожая. И вот у меня был такой цидент, когда она прям пыталась со мной выяснить отношения на этот счет. Я честна. Потому что ты прошла вперед? Да, потому что я вот так вот нагло прошла вперед, найдя подругу. Мне только спросить. Да, мне только спросить, ну, в принципе, показаться. И она, когда сделала мне замечание, и была очень такая злая, но я не помню, как я вышла из этой ситуации, но так как я сижу здесь, до сих пор, видимо, все было хорошо. Все нормально, но вы на английском говорили? Да, конечно. Это круто. Давай про параметры поговорим. Вот я, честно, не очень разбираюсь в этой теме, но у меня в голове, что модель это от 175 сантиметров рост и какие-то 90-60-90, которые остались, наверное, с 90-х еще у всех в голове. Как сейчас? Какие стандарты для модели? Да, действительно, насчет роста ты прав. 175 минимум. То есть это до сих пор? Да, это до сих пор так. Высоких девочек очень любят. Есть, конечно, исключения, когда это просто космическое лицо, и в 173 ей везде будут писать 177. А, вот так. Да, так бывает, но это действительно простительно за такую природную одаренность. Остальные параметры – это ухоженность, плодение английским, также какое-то развитое персоналити, что называется. То есть когда у девочки есть еще помимо моделинга свои увлечения, когда команде на съемке есть о чем поговорить с ней. Это важно? Это очень ценится. И если она еще и медийная, то есть сейчас почему любят блогеров привлекать к показам и съемкам, потому что это дополнительная аудитория. То есть важно иметь какой-то такой образ, чтобы потом, после недели моды, могли написать, что там какая-нибудь, не знаю, Штейнберг, сейчас очень популярная девочка, прошла там для Гуччи, еще кого-то, еще кого-то. То есть ряда брендов, чтобы имя звучало и было за что это имя получить. А по поводу формы и параметров, пресловутых 90-60-90… Не актуально? Ну, почти. Бедра до сих пор так же жестко, чтобы были 90, потому что размер одежды, он практически не меняется и нужно влезать. Так уже меньше, если честно, заморачиваются, нет какого-то идеала. Главное, чтобы пропорции, вот как в спорте, там, бодибилдинги были хороши. Чтобы в целом все выглядело гармонично. Да, чтобы он смотрел и было круто. Давай поговорим про такое направление, как бодипозитив сейчас. Я думаю, все о нем слышали, знают. Если даже не знают термин, то я так в двух словах. Это когда модели, например, в рекламе плюс сайз, да? Вот как ты к этому относишься? Как ты относишься к тому, что границы стандарта моделей стираются? Что думаешь? Я очень скромно выражаю мнение на этот счет свое, но бодипозитив, он во многом работает для масс-маркет брендов. И брендов, которым нужно поддерживать удовлетворенность аудитории. То есть последняя история это с Викторией Сикрет, когда я их просто, возможно, слышал. Из-за рекламной кампании, да? Да, они закрыли вот это красивое шоу по подиуму, на котором ходили ангелы буквально. Ангелы? Да, ангелы Виктории Сикрет. А теперь, ну, как бы они выбрали, я насколько знаю, спортсменов. И я, честно, не знаю, что дальше будет с брендом. Ну, то есть им это аукнулось, да? Они вот провели кампанию. Просто, да, они не выдержали, наверное, вот под этим гнетом бодипозитива. Но хочу сказать, что у мод, брендов высокой моды, которые расположены в Европе, они, у них есть уже свои репутации, свой стиль. И это для них принципиально, потому что мода, она изменчива. А, как говорил Сен-Лоран, стиль, он вечен. И они ему не изменяют. Именно, кстати, поэтому ты не найдешь сейчас, допустим, Сен-Лоран женского жакета более 44-го размера или же 42-го. И они ничего с этим не хотят делать. Слушай, интересно. Ну, у тебя вот столько опыта уже было работы не только в России, но и за границей, в Европе. Тебе удалось с кем-то поработать из знаменитостей? Пусть это будут не только модели, может быть, какие-то дизайнеры, режиссеры, с кем-то пообщаться даже. Ну, вот мы ранее упоминали о Дольче и Габбане. Соответственно, сами Доминика Дольче и Стефана Габбана всегда проводят лично примерки. То есть ты с ними контактировала и общалась? Да, это было безумно мило. Какие они? Очень семейные, спокойные. Правда, они даже приводят с собой детей на примерки. Они длятся с 8 утра до 8 вечера, но дети постоянно там находятся и учатся, в общем. Я помню, когда мне однажды на примерки не подошли туфли, и тогда они вызвали специальных мастеров, чтобы они пришли, замерили мою ногу, проверили. И мне тогда Стефана сказал, не переживай, показывай, у тебя будет все в порядке. А там вот как раз, если на видео, может, ты помнишь, там туфли такие малахитовые. То есть их там... Если у тебя 39-й, в 37-й ты не влезешь. Вот, и они все сделали. Действительно, все было круто. Слушайте, ну, я сейчас к племенцам обращаюсь, чтобы вы понимали, да, кто у нас есть в Тюмени. Те, кому Дольче и Габбана, значит, туфли подгоняют под размер. Маша, ну, скажи, вот тебе в некоторых кастингах, которые привели тебя к тому, что ты была и на подиуме у Дольче и Габбана, и снималась для рекламы в СВОК Италии, чем ты объясняешь свой успех? Почему выбрали именно тебя, а не кого-то другого? Ну, спасибо тебе, что ты называешь успехом. Это действительно успех, не скромничай. У меня пока есть некоторые достижения, я надеюсь, они будут еще больше. Но почему меня или почему не меня, на каждом кастинге ты никогда не знаешь. Дизайнер готовит коллекцию около полугода, и у них уже есть свои какие-то вкусовые предпочтения, они транслируют эти предпочтения кастинг-директорам, чтобы они отбирали именно нужных девочек. Ну, допустим, ты приходишь с утра в кофейню. Типаж в смысле, да? Да, да, вот какие-то определенные сейчас. И ты приходишь с утра в кофейню, вот ты хочешь, тебе предлагают макарон с манго и макарон с соленой карамелью. Ты выбираешь с манго, потому что сегодня просто по настроению, не знаю, может, к кофте подходит. Завтра ты приходишь и выбираешь макарон с клубникой. Но ты вообще не берешь соленую карамель, потому что у тебя аллергия, потому что она не подходит под твой бренд в принципе. Хотя девочка... То есть кастинг-директор просто может по настроению, типа, ну ладно, ты мне нравишься чуть больше, чем она. Ну да, это люди искусства. Слушай, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот если вот в спорте нам понятно, я провожу такую аналогию, что если человек выиграл Олимпийские игры, все, он вот добился своей цели и успеха. Что для модели можно считать успехом? Может быть, какие-то показы, работа с какими-то определенными брендами или на каких-то мероприятиях? Что является прям вот показателем того, что это топ-модель? Показателем того, что это топ-модель, является то, как она заходит и как у всех поворачивается голову. Это определенная какая-то звездность. Не регалии, в смысле? Нет, титулов... Ну, можно, конечно, говорить, что она делала пять сезонов подряд шоу Гуччи или еще что-то такое, снималась эксклюзивно для Прада два года подряд. Через два года это все забудут. Но именно вот эта звездность, допустим, как у Ирины Шейк, потому что действительно она топ. Когда ее ставят многим в пример, потому что она обладает сумасшедшей энергетикой, а ставить целью какой-нибудь кампейн, это всего лишь, мне кажется, как задача на пути. Когда меня спросил об этом же директор моего агентства, он мне задал точно такой же вопрос. Я сказала, ну, я хочу кампейн Джилл Сандер. Он сказал, а в чем проблема? Это мало, надо больше. Вот, поэтому надо быть звездой. Хорошо. Ну, давай вернемся вот к родителям. Расскажи вкратце, как они относились к твоему занятию в 14 лет и как они относятся сейчас, глядя на результаты? В 14 лет, когда я впервые сказала папе, что я поеду в Москву, и меня там ждет модельное агентство, он додумал, что я могу стать кем-то плохим, я не знаю, какие слова называть в эфире. И тогда мне пришлось терпеть год и налаживать, ну, не то, чтобы мы с ними поссорились, просто настраивать их на то, что я все равно к этому вернусь. И вот, когда мне сняли брекет, я выжила этот год, я просто немножко украла у мамы паспорт, и нам купили билеты в Москву. Я уже подставила их перед фактом, что я лечу в агентство, и мы едем знакомиться. Когда мама познакомилась и лично пообщалась, увидела примерно, как это все происходит, она была гораздо спокойнее, объяснила это папе. А сейчас они уже относятся это как, ну, спокойно к моей работе, к моему основному увлечению, и они почти в курсе всех моих. Но сейчас все окей? Да. Слушай, мы желаем тебе удачи. Спасибо, что ты нашла время с нами пообщаться, рассказала нам о тонкостях модельного бизнеса. Ну и мы хотим видеть тебя уже на новых обложках, на новых показах, поэтому тебе успехов и удачи. И после твоего отправления в Европу за покорением новых высот мы снова ждем тебя всегда в Тюмени.